Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал «Амаркетс», оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Мы продолжаем ожидать важнейшие релизы этой недели – данные по инфляции в США, которые выйдут в четверг. Это, наверное, последняя необходимая нам вводная, которая поможет точно ответить на вопрос, что будет делать Федрезерв до конца этого года касательно ключевой процентной ставки. Сейчас мы на полпути, получив слабые данные по Non-Farm Perls. Я надеюсь, что вы также, как и многие, анализировали и восприняли их действительно как слабая статистика. Мы, собственно, вчера на ней делали акцент. Повторю, что согласно пятничным данным Non-Farm Perls, общее количество новых рабочих мест, которые были созданы в американской экономике в прошлом месяце, составило 187 тысяч. Очень сильно контрастирует этот показатель с прогнозами, оптимистичными с показателями прошлых периодов, если смотреть на цифры, например, давности двух- или трехмесячной. Ну, хорошо, трехмесячной, потому что показатель двухмесячной давности все же был таким же слабым. Два месяца подряд плохих цифр. Для меня это самая настоящая тенденция. Да, она может измениться, но я сейчас склонен полагать больше, что текущие показатели, индикаторы — это и есть реальность данного сектора американской экономики. Другие компоненты отчета, уровень безработицы, темпы роста зарплатных плат оказались лучше, кстати, чем ожидали эксперты. Но лично мой опыт анализа этих данных подсказывает мне, что лучше смотреть на динамику природственных рабочих мест и на то, как меняются зарплаты. Зарплаты в годовом выражении остались на прежнем уровне 4,4%. И если в июне, опять же, этого было достаточно, чтобы обеспечить сохранение тенденции снижения традиционного давления, я полагаю, что в июле ничего не изменится. И по итогам прошлого месяца мы увидим продолжение нисходящей динамики потребительских, роста потребительских цен, что вылится в показатели инфляции ниже 3%. Если будет так, друзья, то, надеюсь, скептики из вас, которые все еще не верят в потенциал снижения с американского доллара, осознают, что в средней долгосрочной перспективе, при таком фундаментальном фоне у доллара только одна дорога – это движение вниз. Несколько членов, представители Федрезерва, в частности Боуман и Бостик, по-прежнему выступают за идею того, что целесообразно повысить ставку как минимум еще один раз. Но я считаю, что у них нет убедительных аргументов, которые мы могли бы с вами использовать для анализа, чтобы оправдать решительность американского регулятора до конца этого года. Поэтому их комментарии я воспринимал как просто шум. Есть инструмент FedWatch Tool, который также оценивает вероятность изменения ключевой процентной ставки до конца года. И на данный момент эта вероятность ниже, чем была до выхода данных. Non-Farm Perl составляет около 25%. Соответственно, при снижении инфляции ниже 3%, вероятность еще одного повышения ставки до конца этого года станет уже ниже 20%. Все пока что складывается в пользу того, чтобы продавцы сплотились и в конечном счете обеспечили снижение индекса американского доллара. Текущие котировки 102.12 по индексу американской валюты, в принципе, те же самые уровни, что были вчера. Я не ожидаю сегодня какой-то интересной волатильности и каких-то мощных движений. Рынок сейчас уже в режиме ожидания. Выжидательная позиция – это, наверное, обычная тактика перед выходом важных фундаментальных отчетов. И, скорее всего, вот эти вялые торги мы с вами будем наблюдать непосредственно прямо до выхода данных по инфляции в четверг. А вот в четверг уже движения будут значительными. До четверга еще далеко, но я считаю, что снова нужно напомнить вам, друзья, как важно контролировать все риски, следить за загрузкой депозитов. Это прям принципиальнейшие вещи в трейдинге. Золото – 1933 доллара за тройскую консуль. По-прежнему этот актив сохраняет потенциал для дальнейшего снижения. Я не удивлюсь, что мы увидим до четверга котировки 1920-1910. Индекс настроений по-прежнему толпа в покупках десятилетки. Американские трежиес торгуются выше 4%. Я бы даже рекомендовал вам смотреть на рынок облигаций, в частности, на именно вот эти эталонные десятилетние бумаги. И в случае снижения доходности ниже 4%, вот, пожалуйста, в этом, при таком сценарии, можно будет говорить о том, что золото достигло своих локальных минимумов. Лично я буду больше ориентироваться на индекс настроений, рыночный сантимент, потому что по золоту этот, как бы, индикатор очень хорошо работает в последние месяцы. И мы в этом неоднократно могли убедиться. Рынок нефти 85,50 текущей котировки. Сегодня на повестке экономического календаря отчет от Американского института нефти. Неделю назад, мы помним, снижение было значительным, минус 15,4 миллиона баррелей. И после выхода отчета от Американского института нефти, официальные данные от Администрации экономической информации также указали на значительное снижение запасов. Я надеюсь, что на этой неделе тенденция повторится, и, соответственно, у котировок нефти будет больше поддержки. Ну, а главный фактор роста — это продолжающиеся усилия и действия страны ОПЕК-плюс по снижению объема нефтедобычи. Саудовская Аравия уже продлила действие добровольного снижения производства на 1 миллион до конца сентября. Россия сокатила добычу дополнительно еще на 300 тысяч баррелей из-за проблем с экспортом. Разочаровали сегодня китайские данные по экспорту и импорту. Экспорт просил на 14,5%, а импорт — на 12,4%. Ну, может быть, компенсатор статистически очень, надеюсь, это завтрашний отчет по инфляции в Китае, который будет индикатором потребительской активности. Я не отказываюсь от своей идеи. Я верю в то, что Китай сможет все же вернуться к траектории однозначного устойчивого роста к концу этого года. И вкопе со снижающимся предложением будем уже подсчитывать вместе с аналитиками, в том числе UBS, которые ранее уже видели дефицит на рынке, то, насколько расходятся показатели между спросом и предложением. Сторонник длинных позиций и рекомендую ждать 90 долларов за баррель. Британская валюта 1,2753, все без изменений, 1,2787 был максимум вчерашнего дня. Видим то, что покупатели все еще сильны, но нужен им дополнительный триггер. Этим триггером могут быть данные по инфляции в США, которые способны обеспечить снижение курса американского доллара, либо статистика по ОВП промышленному производству английской экономики, которую мы ожидаем в конце этой недели. Доллар-иена по-прежнему наш порог входа в сделку. Как бы уровень, на который мы смотрим, это диапазон 140-141 иена за доллар. Текущие котировки 143.30. Австралиец против доллара ранее комментировал потенциал снижения этого дуэта активов с целью 0,65. Сейчас до цели остается 45 пунктов. Помним, что Резервный банк Австралии дал сигнал, что больше ставку повышать не будет, и это разочаровало покупателей. Сегодня на австралиице давят также еще и данные по Китаю. Китай и Австралия – это давние стратегические торговые партнеры. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!